Добрый день! Добрый день! На самом деле, не такая уж реальная вся эта история. То есть, на самом деле, люди в ней знают, вот, в процентах, если, да, то примерно, там, 5, может, 10, это вот правда, все остальное, это чтобы поговорить, вот. На самом деле, вот, перед тем, как начать, я просто хочу узнать, много ли здесь сидящих людей знают, что такое, ну, там, комплексное число. Ну, нормально, это хорошо, вот. Тогда я дам одно определение, которое я, может быть, буду использовать, а может и нет, вот. Ну, что такое функция, наверное, все в школе, ну, там, слышали, вот. y равно x, это функция. Так вот, на основе функции я дам одно определение, называется поле. Вот поле, это что-то там, что задается функцией. Вот, все, больше ничего не скажу. Поехали дальше. Итак, вот эта тема нашего сегодняшнего, такого семинарчика, да, вот так рисуется эволюция Вселенной, весьма странно, но ничего. В общем, нас не интересует все, нас интересует только половина, может, даже чуть меньше. Давайте следующий слайд. Вот, вот столько примерно, а дальше расскажет коллега мой. Ну, и так, поехали. Следующий слайд. В общем, с чего все началось, как написано было в кратком описании всей этой штуки, да, началось все с того, что началось. Потому что, на самом деле, нет момента времени, в который можно сказать, что родилась Вселенная. Вот, дальше я поясню, почему, хотя, вот, говорят, 14 миллиардов лет нашей Вселенной, на самом деле, вот, до какого-то момента мы вообще не можем сказать, что такое время, и что такое, там, расстояние. Вообще ничего не можем сказать, это вот все относится к тому, чтобы просто поговорить. Вот я просто расскажу, что-нибудь. Просто красивая картинка. Поехали дальше. Вот, вот, начиная вот с этого времени, 10 минус 43 секунды, довольно быстро, мы предполагаем, что работает наша наука. Вот, то есть, все, что было до этого, мы, как бы, не знаем, а после этого начинается, как бы, время. То есть, на самом деле, не с нуля началось, а вот отсюда. Ну, вот, на данный момент времени, мы нажимаем временем, то, что началось отсюда. Вот, откуда взялась такая великолепная цифра, 10 минус 43, не так быстро. Вот, да, да, вот есть такие три человека, вот этого вы не знаете, это Планк, вот того Иштейну, наверное, узнали по соединению Ньютон. Вот, я каждый из них придумал какую-то константу. Вот, есть такая штука, скорость света, есть такая штука, называется Постоянная Планка. Ну, тоже в школе где-то там говорили, а там вот это все, и там Планка, шутили, наверное. Вот, и вот еще Ньютон, да, Ньютон предложил гравитационно-постоянно, тоже формула знаете, да, там, М1, М2, Ж, там, наверное, квадрат. Ну, вот это вот все. Вот, и из этих вот трех величин можно составить такие константы, которые будут иметь размерность времени, то бишь секунды, будут иметь размерность расстояния, да, то бишь метра, и такие, которые будут называться массой Планка, ну, или энергией, что, в общем, то же самое, все там формулы Эйнштейна помнят, Е равно М2. Вот, и вот отсюда начинается, как бы, история, которую мы будем с вами обсуждать, и про которую ученые хоть что-нибудь могут сказать. Ну, поехали дальше. Вот. После того, как вот отсюда началось время, вот, наступила такая эпоха, которая называется эпоха Великого Объединения. Что это значит? Вот, мы с вами знаем, что у нас есть айфоны, там, телефон у кого-то, не айфоны, просто телефоны. Вот. И все они работают на электромагнитном излучении, да, там волны. Вот. Есть еще сила, которая обеспечивает работу ядерных электростанций, да, в которых происходят процессы распада ядра, вылет оттуда частицы, вот, нейтрина называется такая, ну, в общем, короче, она вылетает, и все, ее никто не видит. Вот. Эта сила, которая дает нам энергию, называется слабая. Вот. Есть еще одна сила, которая удерживает протон, вот, да, тоже в школе видели, да, внутри водорода, там, водополочка электронная, протон лежит. Вот. И он, на самом деле, не просто так, это не просто частица, он состоит тоже из каких-то там субчастиц, что такое частица, тоже не важно, я потом скажу, наверное. Вот. И она состоит из трех частиц, и вот, чтобы их удержать, есть еще одна, замечательная, она сильная. И вот того три, вот электромагнитная, слабая и сильная. Не придумали более оригинальных названий. Есть еще гравитационная, вот четыре. И вот в эту эпоху все четыре, они были одинаковые, как предполагалось, будет дружить Америка и Россия. Вот. Но по снижению времени, когда вот все начало, так сказать, вот мы сейчас уже знаем, да, что вот все начало взрываться, потому что был большой взрыв. Ну, супер. Вот, наверное, так и было, но тоже, на самом деле, такой большой секрет, было так или нет. Ну, вообще, предполагается, что тот планковский момент был такой, что маленький, маленький шарик, вот он вдруг стал почему-то, почему-то стал расширяться. Наверное, потому что ему выгодно было расширяться. Ну, не знаю, вот у него такая выгода была в чем-то. Вот. И после этого стало, как бы, да, когда мы знаем с вами, да, вот если мы возьмем что-то такое, сожмем так сильно, да, вот там, не знаю, кусок льдинки, да, начнем сжимать, то он у нас вначале раскрошится, потом растает, и вот, и будет вода, да. Вот мы как бы сообщили энергию. А если мы будем наоборот, да, его растягивать, то вот, там, пойдем, например, куда-нибудь в гору, там уже вода будет кипеть не в 100 градусах, а в 80, там уже давление падает, и окей, она вся остывает. Вот, если мы поднимемся с водичкой тоже наверх, тоже будет все остывать, там, и будет все приходить в, так сказать, меньшую температуру, да. И вот меньшая температура способствовала тому, что уже нету такого равновесия, как бы. Вот было равновесие, а тут опы холодная война. Вот, точно так же, как бы, и там. Там вот было равновесие, а в какой-то момент, когда все так подостыло, оп, они разделились. Отделилось сначала гравитационное взаимодействие, и оно сказало, вот я совершенно по-другому действую, я не так, как вы все остальные втроем, я вот другой. Потом еще прошло там одна, там, какая-то там доля секунды, и потом отделилось еще одно взаимодействие. Вот после того, как оно отделилось, всей системе, всей Вселенной это не понравилось. Вот, и после этого, можно слайд переключить, и наступила инфляция. Вот, это такой процесс, который поспособствовал невероятно быстрому расширению Вселенной от размера какого-то там такой песчинки до более-менее такого глобального. То есть это чего-то такое вот, которое, по крайней мере, можно там как-то объять, там, как Земля, может быть, как Луна, ну вот что-то такое большое. А до этого было как атом, может даже еще меньше. Вот, и вот это, на самом деле, конструкция, тоже куча людей говорит, что да, она есть, 95% вероятности она тоже есть, и ученые говорят, скорее всего, что есть даже какие-то доказательства, но это тоже о том больше, чтобы поговорить, и чтобы описать такую интересную вещь, что вот сейчас, говорят, была Нобелевская премия вручена там пару-тройку лет назад за то, что, значит, наша Вселенная расширяется, и это следствие его, значит, большого взрыва. Если мы возьмем, отмотаем время назад и посмотрим, какому же размеру за время жизни нашей Вселенной должна была сойтись с этой скоростью, которая сейчас есть, должна была бы сойтись наша Вселенная, то окажется, что она должна быть намного больше, чем размер, который, как бы, который реально у нее был. И вот такая состыковочка, что с одной стороны у вас, как бы, есть там размер песчинки, а с другой стороны размер Земли, и все это должно произойти очень быстро, говорят, ну вот все, была инфляция. Вот такое описание. Вот на самом деле, как бы, исключительно из такого противоречия люди придумывают теории. Вот все, вот, вот физики так посидели, подумали, вот окей, вот есть такая разница, что сделать, давайте придумаем такую теорию. И да, красивая теория, да, замечательная, математика мне интересная, все такое, но вот в конечном итоге вот такая теория. То есть есть одна проблема, вторая проблема, как решить? Все, вот так. Супер. Вот, ну и дальше уже началась более-менее нормальная жизнь нашей Вселенной, дальше ничего необычного не происходило. Кроме того, что все частицы, а здесь лирическое вступление, я вначале сказал, что есть такая вещь, как поле, которое задается функцией. И вот в некоторых местах этого поля есть локальные увеличения его значения. Вот, например, у вас есть у равно константа, да, это такая вот полосочка. Вот, а в каком-то месте у вас так, оп, бугорочек есть. Вот эта штука, после того, как вы применили кучу математики, называется частица. Вот, то есть все то, что выше, чем ровненькая полоска, это вот все называется частицей. Вот, и до момента, когда все развивалось, вот в момент инфляции и все такое, вот в этих процессах все частицы не обладали массой. У них просто ее не было. Вот как у фотона сейчас, это единственная, наверное, на данный момент, две частицы, неважно, одна из двух частиц, у которой нет массы. Да, то есть мы реально вот не можем ее измерить. Если мы возьмем фотон и его остановим, то его просто исчезнет, да. Что такое остановить фотон? Это когда он в глаз нам в сетчатку попал, и мы вот с вами друг друга видим, как бы, только потому, что от вас он отразился, и мне в глаз прилетел. Вот, и все, как бы, если у меня здесь весы стояли, то ничего вы с ним не сможете делать. Вот, и померить мы ее не можем. И такой вот замечательный парадокс есть, что частица, в которой нет массы, она должна двигаться с скоростью света. Просто должна. Все вы, наверное, знаете формулу, да, вот е равно mc2, я уже говорил, наверное, куча людей знает. Так вот, смысл в том, что там внизу, внизу, на самом деле, еще стоит такая штука, которая от скорости зависит. Вот если скорость, вот mc2, да, если в мэра поставить равно нулю, да, то е равно тоже нулю. Вот. Вот так вот, да, то есть энергии нет у частицы, которая. Но в то же время там внизу стоит еще такая штука, которая при скорости, равной скорости света, обращается тоже в ноль. И вот ноль делить на ноль уже хорошее число. Поэтому фотоны, на самом деле, мы не просто ощущаем, а вот мы, это дает нам право видеть. Потому что в формуле в той стоит, там, v внизу, вот, и ноль делить на ноль дает нам число, которое ощущает наш глаз. Вот. И вот до этого момента не было никаких масс у всех частиц. И потом нарушилась какая-то великолепная симметрия, которая представляется в виде еще одного поля. Как бы это ни было скучно, но все частицы, это все поля. Вот. Просто есть электромагнитный, есть там поле электроны. Электрон — это тоже не частица, а это тоже возмущение поля. Вот. То есть вот вообще не существует частиц. Забудьте это слово. Вот. И в какой-то момент, вот, такой бозон фикса, про который там куча людей говорили, это тоже поле, и стало ему выгодно свалиться в море. Вот. Вот все частицы, как частицы, они нормальные, они просто вот везде равны нулю, а в каких-то местах они есть. А вот этой частице по какой-то причине стало интересно взять и наполнить весь пустой бассейн, всю Вселенную. И вот он просто взял и сходился в такой вот, как бы, осадок. И вот во всей Вселенной сейчас вот эта вот штука есть. И вот только вот это вот море, которое сейчас есть, это море Хикса называется, да, так если в простонародье, да, то вот это только это море мешает частицам двигаться к скорости света. То есть они вот, как вот мы, да, возьмем там, мы бежим быстро довольно. Если мы будем бежать под водой, то это будет довольно медленно, потому что оно нам дает сопротивление. То есть вот так же и здесь это работает. То есть частицам, которые бы не было вот этого моря, они бы все двигались со скоростью света, и мы бы с вами тоже, и в общем-то, не образовали никакой материи, и в общем-то, нас бы тоже не было. А вот то, что вот это море есть, оно нас замедляет, оно нам дает право, дает возможность от него отталкиваться. Это как в космосе вы грести тоже не можете, вам не от чего оттолкнуться, и отталкиваться тоже. Ну, там ничего не могло бы летать в космосе, там, например, вертолета, или еще чего-нибудь. В общем, где нельзя оттолкнуться. Так вот, вот это море, Хигса, оно дало массу всем частицам, и после этого они стали чуть-чуть притормаживаться, и стали чуть медленнее летать, и стали уже как-то дальше развиваться, остановились и стали строить города. Да, поехали дальше. Вот, вот одним из первых городов, которые они построили, это был Адрон. Адрон это такая штука, которая состоит из хваков, это вот все то, что я говорил, ну, вот просто забудьте, вот просто слова это, на самом деле, они ничего вам не скажут, абсолютно неинтересные. И смысл в том, что вот стали формироваться такие соединения, которые мы все с вами знаем, протон, нейтрон, там, и так далее, и так далее, но в то же самое время стали формироваться и анти, такие же партнеры. Потому что в самом начале времени, как бы, у вас было что-то равновесное, то есть ничего. Когда у вас есть ноль, чтобы создать что-то, нужно создать его антипод, потому что 2 минус 2 будет ноль. Вот, все точно так же работает и в физике. Вот, чтобы что-то создать, у вас обязательно будет что-нибудь там. Вот закон, да, Ньютона, тоже все в школе проходили, вот, сила действия, там, сила, вот, класс. И вот так работает все. И частицы точно так же рождались. Но какой-то человек, или не человек, я не знаю кто, ну, в общем, может быть, Бог, сказал, что, в общем-то, так просто не должно быть, потому что это не очень интересно получилось бы, потому что, представляете, все бы родилось, вот у вас родилась там двоечка, родилась минус двоечка, они вместе слились, опять нолик, и ни черта нету. Ну, какой смысл было взрываться в таком всему? Ну, как бы вообще бессмысленная работа. Вот, поехали дальше. И в какой-то момент, вот, какая-то высшая сила, программист, наверное, который писал код всей этой вселенной, все уравнения, вот, он сказал, что давайте-ка, наверное, мы вот здесь ошибку сделаем, но когда двоечка рождается, там, с другой стороны будет чуть-чуть меньше двоечки. Вот, подкрутим. Вот, и в конце концов, вот, когда он накрутил, давайте дальше, вот, накрутил, он на самом деле, вот, плохо красненькую видно циферку, может, лучше выключить, нет? Мне кажется, так, так... А, хорошо. Вот там вот единичка стоит, красненькая, она вот плохо видно, ну, ничего, вот видите, да, там, 9 единиц. Вот на вот столько ошибся этот программист. Вот. И вот все, что создавалось, создавалось не вот столько, сколько сейчас есть вот звезды там, что вы там еще знаете, там, солнце, земля, луна, там, Юпитер, вот их создавалось вот в 10, в 9 степени, сколько, в миллиард раз больше. Вот изначально создалось материю в миллиард раз больше. Притом еще плюс столько же антиматерии создалось. И вот только вот этот вот процент выжил. Потому что двоечка, минус двоечка, опа, они обратно свелись, все, потратили всю энергию, и все нормально. Но вот почему-то кто-то когда-то, когда программировал вот эти уравнения, по которым все описывается и все работает, вот опустил такую ошибку, и поэтому вот этот остаток небольшой, который у нас сейчас с вами есть, который, в общем-то, нас составляет с вами, электроны, там, кварки, вот эти все слова, они на самом деле вот благодарны только вот такой штуке, что кто-то когда-то ошибился. Вот. И давайте дальше. И там снова написано слово 3, 3, 3, вот. По прошествию трех секунд начался вот этот процесс, аннигиляции, вот, да, смотрите, так вообще красивее, по-моему. Вот. По прошествию трех секунд начался вот этот процесс, он уже как бы шел там секунды, и вот в три секунды последние, самые последние частицы электрон и позитрон, вот две самые легкие частицы. Вот. Вот эти вещи, они тоже стали друг с другом слопываться, и тоже из них выжила буквально там одна миллиардная, доля вот этого вот вещества. И благодаря вот этому процессу высвободилась куча, куча света, куча фотонов, куча нейтрина, куча всяких еще других интересных частиц, которые в конечном итоге тоже распались до фотонов и нейтрина. и вот просто во Вселенной стало буквально чуть-чуть материи, и дофига просто очень много, да, света. Вот такое озарение как бы, да. И дальше. Вот. И после того, как уже были сформированы протоны, были сформированы нейтроны, были сформированы электроны, ну вот все, что было, все это время, вот пока я рассуждаю, наша Вселенная остывала. Но она чуть быстрее это делала, потому что прошло всего 3 секунды, может здесь вот 3 минуты, и через 3 минуты уже начался процесс слияния протонов, нейтронов, вакон и гелия. Вот. И, собственно говоря, вот через 3 минуты во Вселенной уже более-менее сформировался химический состав. Вот было там 25% гелия, и всякой остальной там шелухи немного. Вот. Ну и водород. И, в принципе, ну вот на этом закончился такой основной, основной этап остывания, основной этап остывания Вселенной. И вот я еще раз скажу, что остывала она только потому, что она расширялась. Вот. Вот такое у физиков тоже есть впечатление, что вот если что-то расширяется, то вот уравнение идеального газа там в школе тоже, наверное, проходили, там вот с одной стороны стоит буква Т, с другой стороны буквы там В. Вот если одно уменьшаете, то другое тоже должно уменьшаться. Ну вот тоже, вот у физиков есть такая интересная черта, вот придумывая какие-то штуки, которые как бы кажутся им, ну, правильными, что ли. Вот. И на самом деле вот вся физика, она вот примерно так работает. Ну вот, честно говоря, мне меньше хотелось говорить о том, о чем я говорил сейчас, потому что на этот счет есть очень хороший инструмент для реального изучения того, что я рассказал. Он называется Google, YouTube. И есть очень великолепные, красивые картинки, красивые лекции, которые расскажут подробно, покажут какие-то анимации, которые дадут представление о том, что это все такое. Я вот просто озвучил какие-то конкретные слова, хэштеги, по которым можно все это найти. И действительно будет интересно, потому что красивые картинки любят все. А я хочу больше сказать о том, как бы, почему у физиков есть вообще такая возможность рассуждать о всем вот этом вот, что на самом деле не так просто. Придумывают частицы, вот с первого раза так даже и, ну, как бы на луне придет такая чепуха. Вот. Поэтому я хотел бы перечислить те нетривиальные факты, до которых люди догадались, на основе которых всю эту штуку можно построить. Вот давайте начнем. Следующий слайд. Да, вот первая вещь – это гамбургер. Тут на самом деле все просто. Вот кто-нибудь из вас знает, что такое материя? Или кто-нибудь из вас знает, что такое вещество? Вот гамбургер. Что, какое определение у вещества? Вот, определение очень простое. Вещество – это то, что занимает место. Вот. И гамбургер занимает место. Вот. Благодаря тому, что он занимает место, мы можем его поесть, и у нас в желудке будет что-то, и мы перестанем быть голодными. Вот то, что так же, как и во Вселенной. Вот есть такой закон, что вещество – это то, что занимает место. Этот закон называется «Принцип Павли». Вот. И он говорит нам о том, что вот две частицы, элементарные самые, два электрона, не могут находиться в одном и том же состоянии, то есть в одной и той же координате, в одной и той же скорость иметь. Вот. У них принцип такой. Вот они так живут. Вот если бы они так не жили, если бы не было такого принципа, который говорит им, ребята, нельзя вместе, как бы, тусить, то все, до свидания. Не было бы вообще никакой, никакой материи, ничего не было бы, и, возможно, даже и взрыва никакого большого бы не было. Вообще ничего. То есть это первая вещь, просто вот один принцип, который просто говорит, ребят ну нельзя вот и все после этого начинается эволюция вселенной ну как бы довольно такая весомая штука одно правило порождает довольно много ноутбук apple и все такое давайте дальше вот семейный банк тоже хотят поговорить за такую штуку вот потому что он дал нам возможность грубо говоря общаться друг с другом если мы в китае производим какой-то китай iphone то если бы не было такой штуки как обменный курс то мы бы никогда не смогли этот айфон себе привести сюда потому что у них какие-то деньги если у нас какие-то деньги есть и вот установление связи между этими деньгами это на самом деле такой большой шаг как человечестве так и физики потому что вот если там у вас живет какой-то электрон и вот здесь живет какой-то электрон то они могут иметь разные заряды разные что-то но для того чтобы друг друга ощущать им нужен фотон им нужна какая-то связь вот у нас человеческом обществе это связь обеспечивает вот эта организация а там этими соединителями являются все вот эти четыре взаимодействия которые я озвучил электромагнитная сильная слабая и гравитационная то есть вот опять если бы не было возможности как бы не измерять свое состояние условно говоря там свою массу свой заряд как у нас да сколько у меня доллара в кармане сколько рублей вот у меня 300 300 чего-то какая разница чего а вот если ты уже пообщался с людьми которые сказали да твой доллар там никому не нужен вот рубль и не покупают эта валюта вот за ним может больше купить вот так же работает и там физики давайте дальше вот еще такая штука комплексное число все мы наверное знаем что квадрат любого числа равен положительному числу да вот там минус 2 на минус 2 равно 4 а вот есть такое число называется и вот его квадрат равен минус 1 вот вот если бы такого числа не было то тогда бы не смог программист ошибиться на одну миллионную долю и тогда бы снова ни черта не было тогда бы мы тоже снова с вами сидели бы и были бы светом там или еще чем-то лучиком вот как всегда наверное это утопия и быть лучиком я думаю это утопия двигаться в скорости света и тебе ничего не мешает вот то есть великолепная жизнь можно дальше вот еще хотелось бы бесконечность отметить потому что она дает возможность физиком довольно далеко продвинуться в изучении современных процессов вот например большой адронный коллайдер нельзя было бы построить вернее можно было бы построить но денег на него никто не дал 20 миллиардов или сколько он там стоит долларов вот отдали на него денег только потому что физики научились вычислять такие вещи как например соударение там двух протонов или соударение двух электронов а научились они это считать благодаря тому что они могут оперировать вот с таким понятием как бесконечность которая ну порождает совершенно интересные вещи которые вообще в жизни никогда бы не смогли увидеть не воспользоваться этим свойством вот например давайте дальше посмотрим вот вот есть такая сумма вот один плюс два плюс четыре вот видите да два раза увеличится каждое следующее число вот какой ответ этой суммы ну казалось бы да чем больше вы продлеваете тем больше ответ как бы на самом деле ответ на следующем слайде вот ответ минус один вот и физики это используется всегда а почему так получается ну давайте дальше посмотрим почему это и так вот я умножил это число на 1 ничего не сделал да ничего не изменим потом давайте дальше вот потом я взял единичку представлен 2 минус 1 тоже нормально да вот потом дальше давайте да теперь я взял раскрыл скобочки 2 умножил сюда видите это строчек стало два раза больше теперь из вот этого вычитаю вот эту и мне наплевать что там бесконечное число членов мне кажется что все хорошо вот и я вычел эти две суммы получил минус 1 вот видите вот как бы так вот работают физики и на самом деле вот эта штука она никакого ну ничего такого в себе не содержит это вообще не противоречие просто мы с вами привыкли что от 1 2 3 тут так вот и тут четко все правильно кому так вот так с вами яблоки считали в свое время а физики подумали сказали да нет числовая 8 вообще не такая можно с ней что угодно делать 1 плюс 8 можно положить минус 26 и вообще на это наплевать вот это вообще никакое не правило вот потому что всегда можно придумать какую-нибудь комбинацию из чисел которая вот такой чушь сделает а все это почему потому что там три точки стоит вот и вот что за теми тремя точками мы не знаем и вообще математика не полная наука на самом деле вот все что вот этих на мат анализе там рассказывать школе все или верда на самом деле потому что вот все что там за бесконечностью на этом основана просто куча вычислений и вообще вся современная вот наука она основана просто на том что я забил на то что сзади и так жизнь поступает тоже ведь работает давайте дальше и вот конце я хотел бы поговорить вот самый пожалуй интересный для меня закон который как бы я стараюсь пользоваться в жизни всегда и вселенная по всей видимости так работает и вот она была возможность котиком этот закон очень хорошо отражать этот закон лени называется да вот всем нам что-нибудь лень оказывается что вселенной на самом деле тоже лень и вот у вселенной есть такая функция которая описывает ее эволюцию как 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 вот сказать да вот нужно задать движение как вот мячика мы задаем движение мы говорим ага мы его пнули и он там полетел какая-то у него траектория вот мы нарисовали эту функцию как летит мячик такая же функция точно такая же есть для вселенной и вот эта функция она выводится из условия того что вселенная хочет совершать как можно меньше работы вот вы берете и говорите если вселенная будет совершать наименьшее количество работы по мере по мере того как она будет развиваться то тогда ответ будет такой который совпадет с экспериментом это означает что вселенная ни черта не хочет работать и ведет себя так как ведет себя и я желаю как бы всем вести себя так потому что самый великолепный закон физики закон красоты то есть вот правильное решение такое которая красивая которая позволяет вам наименьшее количество труда вложить него и которая записывается в одну строчку вот на самом деле вот вся теория вся теория вообще все взаимодействие вот на данный момент то вот той вот единицы 10 минус сорок третьей степени занимает как бы ровно наверное одну страницу вот так текста вот и все вот на самом деле как а как там стул состоит как биологическая жизнь развивается все просто записывается в одну строчку вот и эта строчка р равно р равно р равно в но о том что такое я уже говорить не буду для этого есть угол так что вот так не трудитесь много и вы ответьте на большую часть вопросов это будет правильно глю он называется да у нее есть фиктивная масса ну ладно это тоже другие слова давайте об этом не будем разговаривать что если мы достигнем края вселенной там будет новая но можно считать что первое чтобы я считал чтобы я считал что нас снимают хорошие фильмы второе второе ну и они не всегда правильные третье третье наверное самое логичное смотрите вот что такое логика да это нет нет я просто просто правда вот логика как бы в нашем мире так сложилось что ограничивается скоростью света вот два события которые произошли они только тогда связаны например телефонный звонок маме он только тогда ваш телефонный звонок когда вы набрали что-то говорите только тогда когда она его получит со скоростью не встречим скоро света вот потому что никакое взаимодействие быстрее двигаться не может. Вот. И тут как бы размер нашей Вселенной это как бы размер того, куда долетел фотон, вот частица света, со временем ее рождения до ее края. Поэтому все, что за краем, можно сказать, что там вообще везде котики. То есть это не будет противоречить логике. Да, можно сказать, что там другая Вселенная или вообще что угодно другое. И они там имеют разную границу, может куда-нибудь пересекутся, но скорее всего не пересекутся. И поэтому говорить все, что за этой границей, можно что угодно. Потому что это не противоречит логике. Вот. Поэтому все хорошо. Поэтому они могут сколько угодно спекулировать и им за это никто не даст пожар. Вот. Так что вот так. Вот такие вопросы. А, еще я воспользуюсь правом микрофона. Вот. И скажу, что вот сейчас, как ты считаешь, продолжение просто прошлой лекции, поскольку, может, вопросы созревают, как ты считаешь, вот сейчас, ну вот, как это выглядит, что ли, ты бы вот верил в то, что будет утопия? Я бы хотел научиться верить в то, что будет утопия. Ну да, ну просто, просто вот с точки зрения физики вообще куча, просто куча утопий. Ну вот, например, там, и то, что многие говорили, да, вот, сколько процентов реализовалось из того, что было предсказано людьми, которые писали книги. Вот, например, там, мой научный руководитель предсказал, что скоро будет насос, который, как бы, будет обеспечивать нашу всю землю энергией. Вот, на самом деле, я думаю, пройдет, ну лет 50 максимум, помните, я море рисовал? Так вот, это море просто, ну, у него неограниченная энергия, потому что оно везде разлито, вот, и оно обеспечивает нас массой. Так вот, все, что нам нужно будет делать, просто поставить насос, из этого моря выкачивать какую-нибудь ерунду, всувать эту в розетку, и все, и как бы у нас будет всегда энергия, просто мы с вами худеть будем немного. Ну, причем незаметно мало. То есть, и вообще, вот, на самом деле, куча вещей таких, она реализуется, на самом деле, мне даже так кажется, не в обиду сказано гуманитариям, наверное, все-таки вот, придумывают те люди, которые видят теорию, видят, что из нее можно выжить, а потом это пересказывают друзьям своим, а они говорят, о, супер, про эту же книжку можно написать. Ну, да, и все это и работает. Вот. Они еще отпустят краской, что худеть мы будем очень сильно. Да, 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 да. Ну, это как статьи все пишут, черная дыра на большом адреном квадрате. Тоже все слышали, что все взорвется. Ну, молодцы, ребята, деньги получают, слава богу. Ну, в принципе, все. Вопрос не созрел, поэтому или созрел? Да. Я не знаю, может, оставить его на личный контакт. Ага. Вот он, мне просто интересно. Одним из возможных, реальных подтверждений существования инфляции все время являются эротационные волны. Да. Мы берем большого взгляда. Да. Когда это обнаружат? Твой прогноз. Обнаружат? Да. Я обнаружат три. Ну, мне кажется, что... Ну, как? Первая была попытка заявления. Это в 2014 году? Не, не. Я говорю, именно те, как... А! Байсик. Да, да, да. То есть, первый... Вот это забавный случай, на самом деле, когда физики ошиблись. Вообще, в физике столько есть ошибок. Одна прям, в общем, вообще плохая. Ну, ладно. В общем, ошибка в том состояла, что, значит, запустили какой-то там космический корабль. Вот. В нем был спутник, Планк назывался. Вот. В 2014 году тоже стоил кучу миллиардов. Ну, как всегда. Вот. И он такой прилетел, говорит, вот, смотрите, есть такое неправеджимое доказательство того, что вот там, значит, была теория инфляции, там, вшеленная расширялась быстрой скорости света, нарушала все законы и все такое. А потом, через месяц оказали, блин, ну, это космическая пыль была, она там нам телескоп, в общем, за это, там, мешала нам смотреть куда-то. Вот. И вот так потратили миллиарды. К сожалению, пока нет подтверждений тому, что это правда. Когда откроют? Я думаю, что да, откроют. Я объясню, речь идет о какой-то функции, которая ответственна за волны, но только гравитационные. Вот. Ну, неважно. Вот. И вопрос вот коллеги заключается в том, что когда их откроют, да, откроют, потому что они написаны на бумаге, все, что на бумаге написано и красиво, а теория Эйнштейна, она не просто так, она вообще самая красивая, на мой взгляд, вообще самая красивая. Есть женщины красивые, а вот есть вот эта, она чуть-чуть красивее, самая красивая. Вот. Поэтому, вот эта великолепная штука, она красивая, мне кажется, да, откроют, ответ да. Вот. Откроют, ну, там, лет 5-7. Ну, да, эти революционные волны вот в этом году 30 лет понадобится. Ну, да. Через 30 лет. Да. Может, и через 30 лет. Так что, если вопросов провокационных нет, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.